Для того, чтобы желающие побывать на серафимовских торжествах смогли приехать на праздник заранее, в Дивееве развернули палаточный городок. Он рассчитан на 4000 человек. Ежечасно сюда приходят все новые и новые гости. Сейчас в городке проживает более 2000 человек. Думаем, что сегодня, накануне Божественной Литургии, прибудут еще паломники из разных мест России, ближнего и дальнего зарубежья. В городке есть все необходимое для жизни. Полевая кухня, душевые, сделаны розетки для зарядных устройств. В центральной часовне расположили святыни с крестных ходов. Доступ к ним также есть у всех желающих. Подумали и о безопасности гостей. Регулярно в палаточном городе дежурят машины скорой помощи и сотрудники силовых структур. Сам палаточный городок устанавливался силами Национальной гвардии. А в обеспечении городка участвуют многие и многие службы. Это и отдел полиции по Дивеевскому району, это медицина катастроф, это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Ну и, конечно же, наши питатели, наши кормители, это облпотребсоюз. Но большую часть времени у гостей занимает посещение богослужений и осмотр достопримечательностей Серафима Дивеевского женского монастыря. Ради возможности поклониться святым местам и прикоснуться к мощам преподобного, люди приехали из разных уголков страны. Мы очень любим это место и с удовольствием всегда сюда приезжаем. Благодать на душе, приятное ощущение. Надо побывать, почаще приезжать по возможности. Очень рада, что сюда приехали. Такое место святое. Прекрасное, красивое, во-первых. И в храме побываешь, на душе так сделается, как будто, как все говорят, там побыли. Одни впервые приехали на торжества, для других это стало доброй семейной традицией. Несмотря на то, что многим пришлось преодолеть не одну сотню километров, они испытывают на праздничных мероприятиях с кожей чувства. Очень хорошо, приятно даже. Душа здесь отдыхает. Мне нравится здесь. Это ощущение. Ну, Божья благодать здесь. Впечатления только положительные. И после этих впечатлений только одна благодать на душе. Все внутри светится. Не знаю, как передать еще словами. Не передашь словами. Усталость от дальней дороги и жаркий день не стали препятствием для того, чтобы отказаться от посещения монастыря. Паломники за несколько дней смогли посетить все достопримечательности Дивеевской обители, искупаться в источнике и пройти по Святой Канавке. Елена Грецкого, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.